Антиправительственные протесты прошли в Иерусалиме. Демонстранты призывали к всеобщим выборам и заключению сделки по возвращению домой из сектора газа оставшихся израильских заложников. По данным местных СМИ, в митинге возле частной резиденции премьер-министра Бенемина Нетаняху, на котором произошли столкновения между полицией и протестующими, приняли участие около 100 тысяч человек. Во время недельного прекращения огня между Израилем и Хамас в ноябре прошлого года были освобождены более 100 заложников, но с тех пор новое соглашение о перемирии заключить не удается. Между тем в Израиле был распущен военный кабинет, созданный для ведения войны в Газе. Премьер-министр Нетаняху пошел на такой шаг после ухода из этого органа центриста Бенни Ганса, бывшего генерала и военачальника, который был не согласен с тем, как израильский лидер ведет войну. Роспуск военного кабинета сделал Нетаняху более зависимым от его ультра-националистических партнеров по коалиции, которые выступают против прекращения огня. Это, в свою очередь, может создать дополнительные проблемы для и без того хрупких переговоров о прекращении восьмимесячной войны в секторе Газа.